Вредные, короче, мои дыны. Иду на мусорку, сбрасываю кучи мусора. В магазин надо для Томаса сделать покупки. И вообще для себя. Кстати, скатерть постелил вчера. Это я залез в кровать. Это мне Колина мама дарила. Но она такая маленькая. Мне надо, знаете, я хочу белую такую. Такого, не белого цвета, а такого, как, типа, как кофейну. Вот, типа, стены мои, как старая газета. И вот, чтобы она была длинная, снизу выбита была. Томас, ты куда? Ты куда дальше? Давай все на хозяйстве. Ой! Ой! А ну, ты жду, ты жду. На, вот это так. А ну, ты ж мастер. Мутер, два там улыбнись. Штатив выкидываю. Штатив мне дарили на день рождения. На первый день моего рождения в Ютубе. Помните? Сломался при переезде. Я себе купил новый. Сколько лет он мне прослужил. Спасибо вам большое за него. Уже давно сломался. У меня стоял, тут он падал и углы открывал. Упадет прям на стену и в угол. Плохо далеко мусорка, ребята. Как это хащить? Ух, задроченный. Тут и рама от зеркала пришла лутить. Вот. Так потихоньку выбрасываю, потому что некому. Выкупался. Ух, 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 ух. Сидем, ух. А, есть ты, Юго. Сидем, ух. А, есть ты, Юго. Ух, ух. Сидем, ух. Собака габка. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ваша собака габкает? Ну, классно, неудобно. Я думаю, что вон у нас все выделили. Хе-хе-хе. Это только коробка пустая. Дум. Дум. Ой. Ой. О, хорошо. Хорошо. Мне кажется, клятина в очках. Такой дом огромный, двор огромный. Людей, сколько квартир. И нету мусорки. Ну, это вообще. Это преступление. Не знаю, кому писать, а кому мэру. Борис Альбертович, поставьте нам кто-то мусорки поближе. Че шо? Ну, распорядитесь, чтобы там хотя бы где-то там. Я не знаю где. Ну, шо делать? Я за вас буду голосовать. Вы только на мусорки поставьте. Нам много не надо. Видите, в этом доме нема мусорки. Знаете, как будут жильцы благодарны дома? Много не надо. Вот контейнер куда-то поставить вот сюда, чтобы мы могли выкидывать мусор поближе. Ну, это же безобразие. Борис Альбертович, помогите нашему дому. Карла Маркса писать. Там дорогу, правда, ремонтируют. Вот там. Это филатер. Я не знаю, что мне делать. Чи продырялись. Знаешь, рассыплю мусор. Не хочу людей обижать. С Альбертович, гляньте, как я мусор выношу. Как в древнем Египте. Так на голову. Я так не слышу. У меня руки ж никакой обезьяны длинные. Я не знаю, но женщина скажет, что нам тут мусорку не поставят. Мусор уборочная не заедет. И представьте, говорит, если будет такой запах, говорит, у вас под окном. У меня пятый этаж. Мини-этажок. Ну, это так, у нас ты мусор. Ой, блядь. Это вообще фантомас. Как у нас в теле сказали, фантомас украв. Короче, эти, картошку выкопали, написали фантомас. Кыцка, привет. Ты офигела, да? Ага. Я сам офигею. Ой, бляха-муха. Ой. И во двор, говорят, нельзя ставить. Я вам скажу, мне очень нравятся эти городские мусорки. Вот смотри, что-то интересное валяется. Смотрите. Кубик-рубик. Ну, глянь-то. Кто-то выкинул кубик-рубик. Ну что? Глянь-то, детские игрушки. Сыряйте. Лоточки выбрал. Люди зажиточные. Ой, господи, помилуй. Рамка такая советская. Вам не надо? Мужчина проходит, скажет, вам не надо рамка советская. Вот штативцы и пишут. Ой, 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 ой. Так, что тут? Ничего не мое интересное. Помада. Ой, это кошмар. Чей-то горшок. Маленький. Вот тут интересная мусорка. Это мусорка элитная, считается. Вот тут. Вот, вот, вот. Вот, 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 вот горшок. Никто не знал. Все, теперь можно идти за покупками. Вот так, кругами. Смотрите, как у нас хорошо делают. Тут была уже убитая отмостка. Все, вот это было разбитое. А делают хорошо. Повскрывали асфальт. Вот прямо возле нашего дома, смотрите, как такой машинкой. Мужчина паяет. Ой, вообще. Это вы меня. А, это на меня. Это хорошо делают. Это вот как раз возле нашего дома. Это я строю. Вот как раз возле нашего дома вот это делается. Хоть хорошо будет сделано. Смотрите, какое было безобразие. Тут такое повскрывали. Такие толщи старого ужасного асфальта. О, вообще. А, это пьяная вишня вот возле нас. Пьяная вишня. Так что заходите. Я иногда от окон кричу. Смотрите, как классно. Сделают. У нас будет вообще супер. Вообще класс. Да, красота. Привет. А, это стоя мужчина, это хозяин пьяной вишни. Так. Ой, блядь. Иду в обмундировании. Ногой нечаянно кинут каштан между ног. Задуренный. Я нечаянно футбольную ему между ног. 69. Поза. Поза такая. Боже, какая ужасная картошка, ребята. Ну что это? Как такое можно продавать или покупать? Что это? Ну что это? Все покоцанное. Все какая-то страшная. Мелкая же. Ну что это за картошка? Что это за картошка? Неопонятно. Что это? За гнилью вот это. Что это за бред? И нет даже другой картошки. Что это издевательство. Что это за картошка? Что это такое? Другой дом. Саварас придется, такое гамно насмотришься. Честно. Есть хорошие продукты. Есть же гамно. Купил большие яйца. Люблю, чтобы здоровые были. Масло. И сейчас надо купить порошок стиральный для цветного. Шампунь у меня кончилось. Знаете, я очень советую персил. Вот этот персил, наверное, гель диски. Вот, наверное, для цветного. Да, вот это? Или нет? Вот у меня есть такой для белого, по-моему. Наверное, вот это Дуя Капс Колор. Это не колор, видите? Это фихи его знает шо. Четыре в одном шо. Это мне надо для цветного. Вот колор. Она большая. Стоит 249. Стоит 399 акция. Ну, возьму одну штуку. Такую большую я стираю часто. И надо какой-то хороший шампунь. Или шампунь не здесь. В другом ряду. Все, ребята, везде вот этот, можно... Вот этот силос взять. Силос. Силос. Но везде лаурилсульфат натрия. Везде. Не знаю даже, что делать. Какой взять. Вот везде лаурилсульфат натрия. Мне кто-то прислал хороший шампунь. Там он без лаурилсульфата. Вот украинское производство. Я забыл, как оно называется. Женщина мне подарила после спектакля, по-моему. Или после концерта принесла. После кармины бураны. Кантин взять. Что это? Бамбук. Видите? Склад аква. И содиум лаурилсульфат. Самое одно из опасных веществ. Даже не знаю, что взять. Оно все такое. Head and shoulders, допустим. Состав. Содиум лаурилсульфат. Аква. И на втором месте содиум. Везде. Даже не знаю, что купить. Может быть, дорогой вот такой взять. 267. Шампунь. Что тут? Ага. Вот и содиум лаурилсульфат. То же самое. Хоть дорога, хоть дешево. Надо, наверное, МВСКУЮ заказывать. Или вот эту украинскую. Не хочу это гамну. Не буду покупать. Может, такой взять. Детский шампунь. Для детей, может, лучше. Шампунь детский. Состав. Содиум лаурилсульфат. Вода. А потом содиум. Фу. Смотрите всегда на то, чем вы пользуетесь. Не хочу я. Пальм-олив. Не знаю. Цегель для душа. Не хочу. Красавица. Даже есть один и второй. Боже. Один рыжий, второй пятнистый. В своем магазине. Ой, какой красавчик. С-с-с-с-с-с. Фу, ребята, пришел. Мокрый он со спины. Сейчас спина мокрая, видите? Фу. Нету картошки нормально. Видите, какое убожество продается? Что за хер под окнами делаешь? А, ну, что ты что? Я поднялся, я как-то хер стоять. Стоит звонок соседскую квартиру. Я не знаю, что я никогда не бачу. Аккуратно открыл свою квартиру. Думаю, так. Сейчас вдруг сигнализацию нажимать придется. Потому что, ну, дураков-то много. А, ну, это можно подъехать вот и так. Нужно открывать квартиру. Это брать, в принципе, нечего. Кроме томаса. А за томаса я отдуваю сразу. Сейчас надо идти в стильпо, ребята, в стильпо покупать нормальную картошку. Потому что, ну, что это? Вы видели, я показывал картошку, что я придумывал. По 10 гривен такое тельнище, поэтому 8-10 гривен. Это что? Я лучше 25 заплачу за нормальную картошку, чем я вырежу вот эта половина. Я когда-то в Москве, в Луковом переулке, там, напротив партии ЛДПР, был магазин, где я рассказывал, я женщину там одну откачивал. на 1 января, и плохо стало. Так вот, я когда-то купил картошку, и понес им туда. Я говорю, вы правда картошка, а тут гнилая картошка. Не то на ценнике написано. Ругался там с ними. Потому что я пришел на Селиверстов переулок, Сулково переулок, это рядышком, ты знаешь, в Москву. Начал чистить, где нам вся гнилая. Из грамки. 3 килограмм картофеля осталось грамм 200. Почищеным. А как такое может быть? За что я платил деньги? Я пошел отдал. Покажу, что я купил. А я купил тебе травичку. И такую подстилочку. Не приведу такой подстилки. Это немножко не та, что я покупаю. Ту можно в унитаз зеленую, а эту нельзя. Но я вам скажу, что я ту, что можно, и ту, что нельзя. Я 7 лет выкидываю в унитаз. На планетный. Ни разу не забилось. И тут выкидываю, ничего не забьется. Купил в нему траву. Ну, а тут купил такое. Молоко, яйца, масло, сливочное и порошок стиральный. Потому что у меня, видите, тоже такие огромные. Вот смотрите, сейчас я открою, вы офигеете. Вот, смотрите. Зачем такая огромная коробка на вот такую эту? Это можно спокойно взять, вот допустим. Вот, допустим, у меня есть вот такой персил, видите? Вот. Это спокойно можно пересыпать сюда. И нахрена это здоровое? Смотрите. Вот, это колор. Вот. Нахрена мне такая большая коробка. Хранить этот... Ну, ну и зачем? Такой перерасход, представьте. Ну, чуть-чуть бы больше сделали. Чуть-чуть больше. Ну, нахрена? То есть, эта коробка и эта. Для чего? Для того, чтобы казалось, что... О, ты здорова. Ты здорова. Это вот у меня для белого. А это для цветного. Потому что для цветного у меня нет. Вот для белого есть. Вот тоже. Хобок успея коробки. Что это? Так. Это туда. Это для белого. Лежит. Ну и все. У меня половая тряпочка есть. Все есть. Томас, что там происходит? Это тоже мусор. Мусор собирается и собирается, ребята. Выкидываю, выкидываю. Оно собирается и собирается. Вот у меня новый штатив. Ну, тут у меня вечный бардак. Не обращайте внимания. Вот, ну как вечный. Тут, кстати, это чисто. Это просто я плед подоставал. Тут вот как было чисто, так есть. Сейчас Томас себе споласкивает. Продукты в холодильник. Приодену футболку и пойду в лестерпу. Надо обязательно эту траву с магазина мыть. Она еще, конечно, не сильно выросла. Но Томас как раз ее пообгладывает и больше не будет есть. Он сильно ее не ест. Как раз такая молоденькая и надо. Блин, сегодня прорушише. Ребята. Все, не слава богу. Что-то вечное. Вечно у меня что-то не было. Пошли, пошли. Сейчас тебе подстилочку насыплю. Да, угу, угу. На, на, кушай зеленушку. Кушай, кушай. Кушай. Это же картошка, ребята. У них по 16, по 20 гривен. Так это же картошка. Смотрите, 23 гривен красная. Сейчас я возьму такую. Подоживаю. 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 Вот вам весь телефон, какая картошка, смотрите. Прекрасная. 53 гривен за 2,5 килограмма. По 20 гривен. Ну, та по 10 была. Ну, тоже не картошка была, а отходы. Ну, и такая есть картошка. Желтая. Смотрите, а перчик какой классный, маленький. И маленькая морковка, офисалис, и все, что хочешь. Зелень. Кстати, очень классная. Вот это вот я возьму. Черную редьку. Вот я хочу, знаете, что купить? Топленое масло, ребята. Вот продается, видите? Это самое лучшее масло. Топленое, говорят, оно не вредное. Вообще на нем жарить хорошо. Мама дорогая, смотрите, какие щупальца. Щупальца. Ого. Камчатские концовки. Камчатские конечности. Кенсивки это конечности. Мама дорогая, класс. Ой, боже, какая прелесть. Тилапия. Не, это лобстеры. Уже, наверное, подваренные. Какая прелесть, ребята. И вот эту картошку. Розовую. Шикарная картошка. Картофель, не так правильно. Банку меда взял. Акациевого. Вот такое топленое масло. Вот. Потом кусок сала. Сала по 300 гривен. Непонятно почему. Называется генеральское. 330 гривен килограмм. Здесь 280 грамм, 172 гривен. Странная что за цена. Одну ледьку. Вот и такие две формочки. У этого такой фиг не взял для выпечки. У меня нету таких. Вот. Так что, ну, такое. Это по 200 чем-то формочка стоит. Две штуки, 500 чем-то гривен. 522 гривны, две штуки. По 261 гривне. Так, сейчас покажу, что делать с редькой. Кто не знает, я думаю, что многие знают. Я когда-то учился еще в консерватории, мне одна женщина посоветовала. Сейчас я вам покажу, что надо сделать. Берем вот такую. Даже вот эту, наверное, возьму. Мне она будет лучше стоять. Да, только срезал, чтобы она стояла. Дальше, ребята, ложку столовую меда. Ну, так можно не сильно прям с горкой. И вот на сутки убираем в темное место. По-моему, в темное место, если я не ошибаюсь. Но, думаю, сейчас люди напишут. И вот так заливаем туда в дырочку, в эту луночку. И вот за сутки собирается жидкость. Эту жидкость надо выпить то ли до еды, то ли натощак. Вот, то ли после еды, но я почитаю, я уже не помню. Вот так. Чтобы вы знали, это хорошее средство от простудного бронхита. Я когда-то заболел в консерватории. Ну, и так, на следующий раз ты, по-моему, то ли подрезать должен, то ли опять в ту же дырочку. Она ссыхается, потом эта редька, с нее выходит весь сок. То есть этот мед вытянет сок редкий. И там будет такой сок, его надо будет выпить. Он очень полезный. Черная редька обязательно должна быть вот такая. Так что я убираю темное место. Темное место у нас вот тут. Вот. Татому сок. Кстати, фитовитамины высылали, они еще годные, 18 месяцев. Вот. Дата производления и годные, они 18 месяцев. Иды ешь, иды. Иды витаминчики свои кушай. Все, это мусор. Такое, видите, покупки мои сегодняшние вот. Ничего такого сверхъестественного не купил. Половина. Такое. Имее.